Сиди дома, сиди милый, ты тогда увидишь, вирус пролетает мимо, только в маске и в перчатках, ты бежишь по маркету... Всем привет! Я уже в эфире, меня зовут Диана Шарапова и сегодня здесь, на страничке Алматы Креатив, в прямом эфире будет онлайн урок по вокалу. У нас сегодня одиннадцатый урок и тема урока «Свистковый регистр». Попищим сегодня, ребята! Так что сегодня у нас будет в прямом эфире гостья. Это сюрприз. Это девочка, которая великолепно владеет «Свистковым регистром» и она сегодня продемонстрирует свое в ней умение. Хочу напомнить, что ежедневно проходят онлайн уроки на страничке Алматы Креатив и поблагодарить Управление культуры города Алматы за возможность делиться с вами своими вокальными секретами абсолютно бесплатно здесь, в прямом эфире. Вы можете писать мне вопросы, если у вас есть вопросы по теме вокала. И также хочу напомнить, что вчера я объявила конкурс. Давайте вспомним тему конкурса. Итак, нужно спеть первую строчку из припева песни Мрайя Керри. Прослушаем оригинал, вспоминаем. В Ютубе есть эта версия, сейчас Ютуб загружается. Я сейчас вам спою и, помните, говорила, что если вам высоко, тогда вы можете спеть немножко ниже, вот от этой ноты. Теперь я напою то, что нужно спеть и записать. Уверена, что те, кто занимаются со мной с первого урока и не пропускают занятия, смогут спеть эту строчку. Мужчины также могут участвовать в конкурсе. Вам можно спеть этот отрывок, первую строчку из припева, из песни Мрайя Керри «I don't wanna cry» пониже. Главное условие – не пойте фальцетом. То есть, вот так петь не надо. «I don't wanna cry» Нужно петь полным голосом. «I don't wanna cry» Прослушаем оригинал. Сейчас я посмотрю точно локацию, чтобы долго не ждать и услышать, как же звучат эти строчки в оригинале, в исполнении невероятной, прекрасной Мрайя Керри. Только тут у нас сейчас реклама. Озвучивать я ее не буду. Ждем, когда YouTube мне загрузит нужную песню. А пока расскажу условия конкурса. Итак, до субботы, то есть до завтра, до четырех часов дня нужно выложить пост в своем инстаграме. Отметить страничку Алматы Creative, собственно, на которой сейчас мы с вами в прямом эфире. А также поставить хэштег «Мелизм для Дианы». По этому хэштегу я очень быстро смогу обнаружить ваше видео. Итак, песня уже звучит. Сейчас я выставляю локацию и мы слушаем именно то, как надо пропеть. И вот сейчас готовьтесь, будет строчка. У меня она уже прошла. Вот, вот, вот сейчас. Вот. Давайте еще разок прослушаем. Я сделаю погромче. Итак, это была первая строчка припева. Теперь ее пропеваю я, но чуть пониже, чтобы вам было легче выполнить задание. Запишите на видео этот отрывок из песни «I don't wanna cry» Мрайя Керри. Выложите на страничке у себя и отметьте «Almaty.creative». Поставьте хэштег «Мелизм для Дианы». У вас есть время до завтрашнего дня, до 4 часов. В субботу завтра в 5 часов я объявлю победителей в прямом эфире в онлайн уроке номер 12. Возвращаемся к теме «Свистковый регистр». Для тех, кто только что присоединился, меня зовут Диана Шарапова и сейчас будет онлайн урок по вокалу. Итак, «Свистковый регистр» – самый высокий регистр человеческого вокала, лежащий выше фальцета. Вспоминаем, то есть есть грудной регистр, есть фальцет, есть головной регистр, когда берутся очень высокие ноты. И существует еще «Свистковый», самый высокий регистр. Развит чаще всего именно «Свистковый регистр» у женщин и у детей. Но существуют, сегодня существуют очень известные певцы, мужчины, которые прекрасно демонстрируют филигранное искусное владение этим регистром. Чуть позже для примера я их поставлю, а сейчас хочу исполнить для вас песню, в которой прозвучит «Свистковый регистр» в моем исполнении. Пока набирается аудитория, давайте попоем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Таким образом и рождается, например, репетиция в течение, допустим, часа или двух, когда ты понимаешь, что тебе нужно сделать всего по чуть-чуть и хочется всем владеть, и тогда вдруг ты понимаешь, что пролетело два часа, и ты пил без остановки и, возможно, натрудил свои связки. И оттуда сейчас я уже анонсирую тему на завтра. Завтра у нас будет тема восстановления и последовательность упражнений вокальной репетиции. Это тема на завтра. Кому интересно, также в пять часов присоединяйтесь, выходите в прямой эфир. Итак, свистковый регистр это самый высокий регистр человеческого вокала, лежащий выше пальцета. Что же с ним происходит? Иногда свистковый регистр называется флейтовым, очень похоже на флейту пикколо. Мне очень радостно, что вам настолько интересно, что вы интересуетесь о сохранении эфира. Да, эфир будет сохранен, и еще есть очень хорошая новость, что все уроки и все эфиры сохраняются и выкладываются в YouTube на канал Алматы Креатив. Так что заходите, набирайте в поисковике интересующие вас темы и повторяйте и тренируйтесь. Итак, в пении свистковый регистр используется не часто, но я думаю, что в современной музыке сегодня он становится более популярным, уже очень он необычный и удивляет. В полном объеме вокальных сложных произведений все-таки свистковый регистр применяется и требует самого широкого певческого диапазона и самых высоких нот. После того, как в головном регистре связки достигают предела своей растяжимости, в центральной части они образуют некое отверстие, разомкнувшись на очень небольшое расстояние. Связки в этой части расслабляются и воздух проходит через образовавшееся отверстие, тогда рождается звук. С ростом высоты звука отверстие уменьшается до тех пор, пока звук не исчезнет совсем. Абертоны, определяющие тембр голоса в свистковом регистре, лежат за пределами возможностей резонатора организма. Поэтому на слух, как такового, тембра нет. Есть чистая звуковая волна. Сейчас объясню попроще. Итак, мы с вами проходили тему, что такое тембр и за счет чего он появляется. Тембр это индивидуальность вокалиста. У каждого есть особенность. Бывает иногда тембры немного схожи, и мы разбирали с вами, какие самые яркие варианты тембров есть. Что влияет на образование тембра? Это нижние резонаторы и верхние резонаторы. Получается, если свистковый регистр находится выше человеческих резонаторов, то и повлиять они, то есть окрасить тембрально мы их не можем. По этой причине свистковый регистр, звук, который рождается в этом регистре, у певцов в принципе похож между собой. То есть, если разные певцы пропоют одинаково один вокалист, вряд ли вы сможете на слух, не как бы подглядывая, несмотря кто это поет, определите, кто это поет. Возможно, разница будет в легкости исполнения. То есть, кто-то свободнее владеет свистковым регистром, у кого-то он не очень стабильный, но тем не менее сам звук будет где-то как-то похож у каждого, не будет сильно отличаться. Итак, давайте прослушаем пример того, как звучит в принципе свистковый регистр. Сейчас я подготовлю локацию, и мы с вами услышим этот регистр. Скажем так, в эталонном исполнении, на мой взгляд, возможно, вы сможете угадать, кто же это поет. Мне будет очень интересно обнаружить людей, кто интересуется свистковым регистром. Вот вам и подсказка. Кто услышал, можете уже писать имя. Я сейчас проматываю локацию, готовлю. И давайте послушаем. Узнали, кто поет? И вот вам звездок. И еще выше. И еще выше. Джамала, правильно Амина написала, угадала. Супер. Верши ми и верши. Новая волна, 2009 год. Жюри аплодирует стоя. Действительно великолепное исполнение. Очень легко пропела. И я могу только представить себе, какое количество репетиций нужно было провести, чтобы так свободно и легко пропеть этот вокализ. Почему именно вокализ? Дело в том, что в данном регистре невозможно сформировать согласный звук. То есть, как только вы попытаетесь... Здорово, рада, что вам понравилось. Итак, как только вы попытаетесь на этом регистре произнести какую-нибудь согласную, связки сразу откажутся смыкаться и звук исчезнет. Поэтому, в основном, свистковый регистр исполняется на вокализах. То есть, это мелодия, которая пропевается на одной гласной. Гласная может меняться, но согласный в таких вокализах отсутствует. Как я уже говорила, свистковым регистром могут владеть не только женщины, но и мужчины. Давайте послушаем сейчас мужской вариант свисткового регистра. Безусловно, вы все узнаете его. Я сейчас готовлю локацию, чтобы мы послушали сразу необходимый отрывок. Поехали. Готовы? Напишите, кто это поет. Узнали ведь. Напишите мне пикса. Имя пикса. Сердечки вижу. Не успели написать имя певца. Димаш пишет, Мухица Парбаев. Витас пишет. Алоаш. Витас, Витас, Витас. Вот что произошло. Как раз сейчас вы подтвердили данные, которые сформулировали ученые, о том, что поскольку отсутствует в свистковом регистре форманта и возможность окрасить звуковую волну тембром, вы не можете различить, чей это был сейчас вокализ. Димаш, возможно, спел бы так же похоже, так же легко. Но это был Витас. И поскольку звуковая волна практически идентична в этом регистре, нам очень сложно различить и понять, кто это пел. Это был Витас. Но, Мухи, ты прав. Очень-очень похоже звучит и у Димаша, и у Витаса. Возможно, Димаш может спеть еще выше. В этом, безусловно, отличие от нашего гениального исполнителя, которым мы все очень гордимся. Итак, теперь давайте послушаем невероятные пределы и приемы, которые можно использовать на свистковом регистре. Снова ставлю Джамалу. Мне будет очень приятно увидеть, узнаете ли вы песню. Напишите мне название песни, как только я ее включу. Внимательно послушайте. А также обратите внимание, пока я выставляю локацию, хочу проговорить. Обратите внимание на прием, которым Джамала сейчас воспользуется. На свистковом регистре просто невероятно. Итак, напишите название песни. Звали песни. Звали песни. Звали песни. Берегите песни. Пусть. Амина опередила всех Написала, что это history period Так и есть На этом примере можно понять, почему свистковый регистр также называют и флейтовым Очень похож прием вот этой вот растяжки на духовой инструмент Итак Свистковый регистр используется в основном только на вокализах Я пока не встречала варианты исполнения строчек, фраз, слов Но возможно однажды родится такой артист, который сможет это сделать со словами Мне самой очень интересно И когда я тренирую этот свистковый регистр Я попробую вставлять туда слова с буквой L Ну например, love, love you И возможно однажды у меня получится, и я с радостью вам продемонстрирую Конечно, это высший пивотаж, высший уровень сложности И сейчас хочу продемонстрировать вам Перед тем, как уже скоро подключится наше гостье Сейчас я вам продемонстрирую, как звучит полный вокализ И мы слушаем нашего дорогого Димаша Кудайбергена Сейчас слушаем только вокализ и анализируем, что слов нет То есть он поет-поет песню, а потом переходит на вокализ То есть тянет одну гласную И только на этой гласной уже демонстрирует свои невероятные способности И свой огромный, высокий, максимально растяжимый диапазон Итак, сейчас я готовлю локацию У нас сегодня много интересных примеров А вы записывайте себе имена Если вдруг вы услышали впервые, что есть такая певица, как Джамала Для того, чтобы послушать и держать всегда под рукой именно их исполнение Когда вы тренируете свисток Мы сейчас с Алуашей, которая скоро к нам присоединится, вам продемонстрируем Как нужно тренироваться Я бы хотела именно в этот раз показать вам упражнение Именно вместе с учеником Чтобы вы увидели, как происходит прогресс То есть не только на моем примере А именно на примере, в данном случае, на их гости С которой я вас скоро познакомлю Итак, готовлю локацию Слушаем, как свистковым регистром владеет наша гордость Димаш Кудайберген Так, загружаем Выставляем локацию Вот пошел вокалист Это уже крайний предел головного регистра И выходим свистковый Обратите внимание, что на максимально высоких нотах звучали только гласные Согласных там не звучало Отлично Мы подходим к тому моменту, когда я жду свою гостью Пока происходит этот процесс Пока сейчас Алуа найдет возможность и начнет стучаться ко мне в эфир Хочу напомнить о конкурсе, который вчера я объявила Итак, необходимо исполнить первую строчку из припева песни Мрай Кэрри I don't wanna cry Строчка эта звучит вот так Можно спеть чуть ниже, чем Мрай Кэрри поет в оригинальной тональности Там чуть выше было Я сейчас сразу вам спела пониже Чтобы вам было комфортнее исполнять эти экстремально высокие ноты полным голосом Мужчинам можно спеть ниже, чем я сейчас продемонстрировала Главное петь не фальцетом I don't wanna cry Не так, а громко I don't wanna cry Повторить все приемы, все мелизмы, мелодию Правильно спеть слова И выложить на своей странице в инстаграме Отметить страничку Алматы Креатив Та страница, на которой сейчас у нас с вами идет прямой эфир И поставить хэштег мелизм для Дианы Тогда я смогу быстро вас найти Выложить пост вы успеваете до субботы, до завтрашнего дня До четырех часов можно еще выкладывать видео С четырех до пяти я буду просматривать видео И выберу трех лучших И три победителя, которых я выберу Получат приз Это онлайн урок вместе со мной на платформе Zoom Только я и три победителя Будем целый час петь, общаться Рассказывать друг другу истории Я буду отвечать на вопросы, которые вы захотите мне, возможно, задать Итак, время до завтра, до субботы, до четырех часов дня Сейчас я жду мою гостью к себе в эфир Пока Алла стучится, пока Алла настраивается Давайте мы попробуем потренироваться И почувствовать, понять, что такое свистковый регистр Если вы никогда не пробовали издавать вообще этот звук То попробуйте сначала просто попищать Не путайте со свистом, ну в каком плане То есть не нужно свистеть, нужно именно пищать Вспоминаем эстрадная маска Дальше открываем максимально рот Чтобы звуковая волна легче нас покидала И чтобы связки на этом максимальном растяжении Быстрее перешли в расслабленное состояние И чтобы появилось нужное нам отверстие Из которого полетит этот высокий звук Итак, сначала попробуйте просто подоставать ноту Попробуем Ре третьей октавы Такое упражнение похоже на общение дельфинов Упражнение дельфинчик То есть я беру ноту, а потом прерываю Я ее не тяну Пробуем сначала просто попищать высоко-высоко Следующий шаг попробуем потянуть Возможно вначале будет колебание, небольшой хрип То есть нужно дать время связкам Привыкнуть и почувствовать комфорт Я буду рада, если вы запишите сторис И отметите Алматы Креатив И отметите хэштег «Мелизм для Дианы» Или, возможно, мою страницу Посмотрю, как у вас получается Можно поставить хэштег «Дельфины» Итак, первое упражнение Это когда просто мы пытаемся сомкнуть связки На этих высоких нотах И так нравится ваша реакция Смайлики машете Получается у вас? Если вам нравится побольше сердечек Теперь тянем ноту Теперь попробуйте сделать вибрато То есть это уже будет прием Который можно интегрировать в песню Вибрато делаем точно по той технике Которую мы с вами осваивали на предыдущих уроках То есть я не делаю вибрато горлом Я не пропеваю его нотой Я работаю диафрагмой Диафрагмальная вибрато Видно движение в грудном отделе Движение диафрагмы присутствует Переходим к следующему упражнению Начинаем вырабатывать подвижность связок В свистковом регистре Попробуйте теперь вы Если вдруг сейчас у вас не сомкнулись связки Тогда просто проделайте весь путь снова То есть еще раз Теперь потянем ноту Теперь пробуем сделать вибрато Теперь вырабатываем подвижность связок Теперь вы Теперь пробуем увеличить диапазон То есть от ноты, к которой мы привыкли Пойдем по полутонам выше и обратно Иногда связки могут Поставать и говорить Нет, нет, нет Не пугайтесь Самый главный ваш звоночек О том, что необходимо прекратить упражнение Если вы почувствовали дискомфорт То есть сейчас мы услышали, как у меня связки немного захрипели Но дискомфорта я не почувствовала Ничего страшного, если это происходит Просто пробуйте и тренируйте И еще раз приобретайте навык У нас уже 34 минуты Я жду в гости Алла Потому что у нас готовится с Аллашей сюрприз для вас Она будет исполнять песню Витаса оперу номер 2 Но пока она еще не постучалась ко мне Возможно, что-то со связью Мы продолжаем тренироваться И пробовать зазвучать Ага, вот, постучалась Получилось, ура Так Вроде бы ожидание Ждем Вот она должна у нас появиться Получилось Приветствуем Отлично Приветствуем Итак Азиз Аллаа продемонстрирует нам сегодня Искусное владение свистковым регистром Сейчас я поправлю чуть-чуть Вот, как хорошо Аллаа, как твои дела? Хорошо, как у вас? Здорово, отлично Я тебя уже заждалась в эфире Так получилось, что к моменту нашей встречи Я подошла на пару минут раньше Спасибо, что ты так оперативно отреагировала Аллаа, скажи, пожалуйста Ну, вот, прям, чтобы вся страна услышала Сколько тебе лет? Мне 12 Так задумалась сказать уже 13 Скоро день рождения? Да А, вот почему Когда? В этом году Ну, это логично Хорошо Итак 12 лет И ты уже владеешь свистковым регистром Давай, прежде чем мы с тобой начнем Петь непосредственно песню Мы с тобой немного быстренько распоемся Хорошо? Сразу начнем Да, сразу начнем С фальцета Повтори, пожалуйста Дорогие зрители эфира Повторяйте тоже Не теряйте время Потому что у нас онлайн урок Повторяйте вместе с Алла Да Да Алла Можешь положить руки на пояс Да И звучим поуверенней Сейчас идет академическая часть распевки Да Теперь постарайся взять дыхание носом Когда мы распеваемся Мы обращаем на это внимание Вентилируем наш голосовой аппарат Как бы нюхаем цветочек Отлично Теперь ты Ли-о-оля Ли-о-оля Ли-о-оль-е Ли-о-ре-ол-е Ли-о-ве так продолжаем я играю продолжаешь сама давай замечательно тебе шлют лайки отлично чем выше идем уже наверху у нас начинает открываться да то есть мы переходим в эстрадную позицию с этой нотой поехали теперь ты поехали а переходи свистковый уже регистр и больше а уже надо перейти да попробуй поем хорошо мы распелись разогрелись должна представить всем как следует у нас азиз а луа ученица школы и вокала и музыки диана шараповой а ложа нас давно занимается неспроста так легко владеет свистковым регистром сейчас она исполнит для вас песню отрывок опера номер два мне очень приятно еще отметить что тональность выше чем у витаса но это никак не умаляет его таланты речь все таки идет о том что сейчас будет исполнять девочка и конечно ей легче доставать высокие ноты ала удачи тебе и мы все превратились в одно большое ухо спасибо спасибо Смотрите продолжение в следующей серии. Хорошо! Отлично! Да, такое может произойти, но ты отлично сейчас пропела. Взяла первый вокалист, прям классный и свободный. Да, вот эти ноты. Давай теперь попробуем без музыки. Только начни снизу, да, с подъезда твоего. Поехали! Супер! У меня такое ощущение, как будто кто-то сейчас играл на флейте. Очень похоже на звучание Джамалы, Мирая Кэрри и очень похожий звук. Вот сейчас, пока мы с тобой вдвоем в эфире, есть возможность у наших зрителей услышать, что практически нет разницы в звуке. То есть, звук одинаковый, а поют две разные певицы сейчас. Смотрите! Обратите внимание, каким прекрасным вибрато владеет Алла. Давай еще раз, Аллаша, пропой! Замечательно! Конечно, безусловно, сложнее, когда ты поешь под минус, когда ты находишься в рамках размера, тональности. Да, действительно сложно успевать и как бы включаться вовремя. Давайте сейчас мы еще раз с тобой выполним порядка трех повторений. Я рекомендую всем, кто сейчас в эфире и кому интересен этот прием, повторять вместе с нами. Давайте попробуем так. Пою я, повторяет Алла, а потом мы делаем паузу, чтобы повторили наши зрители. Вот у меня тоже закапризничала сейчас, да? Закапризничал регистр. Ну-ка, Алла, а теперь ты попробуй. И теперь поют наши онлайн-зрители. Отлично! Второе повторение. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И теперь, прежде чем Алла, повторит еще раз, попробует в рамках песни спеть, потому что это очень важно. Подожди солнце, не спеши. Давайте мы выполним упражнение. Да? Попробуем вообще сейчас поиздавать этот звук. Закрепим. Итак, пусть это будет нота чуть выше, чем я показывала в начале. Итак, попробуем сначала просто замкнуть связки, и попробуем просто издать звук в этом регистре. Показываю. Я повторяю Алла, а повторяю наши зрители. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, Смотри, связки не поняли команду и сказали, ой, 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 ничего страшного, попробуем пореже. Давай. Вот, получилось. И у меня за весь эфир, если посмотреть внимательно, были моменты, когда связки пугались и говорили, нет, мы не будем, но мы должны быть настойчивыми для того, чтобы овладеть новым приемом. Следующий шаг, когда мы просто, если начинает голова болеть, почему? Аминочка, возможно, влияет атмосферное давление, возможно, вы не отправляете звук вперед, а отправляете его в голову, если у вас есть привычка совершать только академические распевки и делать акцент на головном резонаторе, на головном регистре. Но ваша задача научиться отправлять звук и воздух вперед, для того, чтобы не резонировало сильно внутри. Итак, это будет отдельная тема урока, что такое голос, как он образуется и куда его нужно отправлять, чтобы вас, именно как эстрадного исполнителя, было слышно очень хорошо. В данном случае, получилось ура, кто-то пишет, ты видишь, Алла, как здорово, ты сегодня помогла многим людям освоить свистковый регистр, это здорово. Итак, Амино, у тебя, кажется, был вопрос, да, итак, мы отдельно разберем тему, что такое голос, где он находится и куда и как его нужно отправлять, чтобы тебя было слышно и комфортно, и чтобы голова не болела от таких высоких нот. Мы продолжаем. Итак, первый шаг для того, чтобы просто попробовать прозвучать на этом регистре. Давай, Алла, повтори. Отлично, теперь повторяют наши зрители. Следующий шаг, тянем ноту. Нота была прямая, попробуй, Алла, прямую ноту потяни. Не вибрируй. Ты это очень хорошо умеешь делать. Вот она задача, сила привычки, когда мы начинаем сразу украшать, даже если нет такой возможности. А что, если у тебя будет задача спеть вот так? То есть был прямой, а потом вибрато. Или изобразить просто флейту. Просто потяни. Попробуй. Ага, это то, над чем надо будет поработать. Попробуй сейчас потянуть ноту коротко. Смотри. Вот как здорово. Я очень рада. Можно написать в даре для всех, кто хочет заниматься далее со мной после окончания карантина. Но пока карантин, мы занимаемся онлайн уроками на страничке Алматы Creative. Меня зовут Диана Шарапова, и я рада, что вы со мной в прямом эфире. Гульфия, пока мы сидим дома на карантине, вы можете пройти в YouTube все уроки, которые мы уже проходили, и потренироваться. Я буду с вами каждый вечер и каждую минуту, как только вы откроете YouTube. Откройте канал Алматы Creative и найдете мои уроки. Продолжаем тренироваться. Гульфия, давайте с нами, не отставайте. Итак. Алло, а, специально для тебя. Мы не будем долго тянуть. Мы сейчас потянем, ну, скажем, длительность такую. Давай, восьмушку. Давай. Вот. Ага, ничего, некомфортно. Повтори. Начинаешь украшать. Давай. Стоп. Отлично, пока не начала вибрировать по привычке. Еще чуть длиннее. Давай. Супер. И теперь переходим к твоему любимому приему, которым ты владеешь идеально. Мы начинаем вибратор. Но я бы хотела его немножко усложнить. Мы попробуем протянуть сначала прямую ноту, а потом украсить ее вибратор. Представь, что у тебя задача в песне петь долго эту ноту. И если ты будешь тянуть ее два такта, то на втором такте и ты, и зритель, слушатель заскучает. Поэтому мы применяем украшение. То есть к концу фразы мы начинаем делать вибратор. Не сразу. Хорошо? Постарайся через прямой звук. Попробую. Давай, ничего. Давай сомкнем. Попробуй. Нашла. Теперь. Теперь ты. Здорово. Ты стоишь или сидишь? Тебе удобно делать вибратор? Я же прошу, чтобы у нас была вибратор диафрагмальная. То есть для этого нужно иметь возможность двигаться. Получается у тебя? Комфортно? Хорошо? Да. У нас немного остается до конца эфира. Давай мы с тобой попробуем закрепить то, что сделали. Давай пропоем еще раз. Давай. Отлично. Я бы хотела все-таки тебя попросить, чтобы ты на верхней ноте... вибрировала не сразу. Да? То есть чтобы было как бы такое, понимаешь, развитие, чтобы не сразу... как будто тебя сразу колбасит. Не сразу. Попробуй. Нет-нет. А сделай с подъездом, к которому ты привыкла. А потом прямой и вибратор. Давай. 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 тебя заволновалась, что тебе не хватит дыхания. Сделай. Постарайся теперь это в ритмических рамках. То есть в песне есть размер, есть темп. И нужно совпадать и быть в его рамках. Хорошо? Сейчас. Поехали. Вон тебе лайки шлют. Супер. Запустишь еще раз нам минусовку? Споешь еще раз? Хорошо? Попробуем. Давайте. Сейчас. Сейчас. Поехали. 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 Рассетник стучится в окно, млачет опять надо мной. Я не хочу воздуха в воздухе. Да, вот посмотри, как интересно. У тебя были затянувшиеся вокальные каникулы. Это то, как раз, про что я рассказывала. Но ты не потеряла своих навыков. Просто наступает такой момент, когда мы не распеваемся долго или не практикуем. Просто, возможно, не обязательно распеваться. Можно просто петь все песни с своего репертуара и желательно это делать, ну, хотя бы 4-3-4 раза в неделю. Тогда не наступит такая ленность связок. Это то, что чувствуют очень остро профессиональные певти, когда возвращаются из отпуска. Например, прилетел с моря или откуда-нибудь еще где, долго не пел. И сразу понял, что ту песню, которую обычно поешь легко, вдруг тебе петь немного сложнее, не так комфортно, как обычно. Все, что нужно, чтобы вернуться обратно в комфортное состояние, это начать тренироваться. Я рада, что Алоаша у нас уже второй день вместе с нами в эфире. Я ее вижу. И очень надеюсь, Алоаша, что ты продолжишь практиковаться, потому что уроки проходят каждый день. И у тебя есть возможность сейчас бесплатно заниматься лично со мной, повторяя все упражнения, которые я показываю в прямом эфире. Будешь со мной выходить каждый день в эфир? Да. Все, тогда бронируй свое время, занимай в своем расписании красным обведи фломастером 17.00 на страничке Алматы Creative, прямой эфир, где Диана Шарапова делится вокальными секретами. Я буду рада тебя всегда видеть в эфирах и буду ждать. Алло, самый лучший ребенок тут пишет, как приятно. И буду ждать твоих домашних заданий, хорошо? Также я уверена, что ты сможешь побеждать во всех конкурсах, которые я буду объявлять. Поэтому не ленись, участвуй в конкурсах. И таким образом у тебя будет возможность в качестве победителя вместе с другими победителями присоединяться и заниматься со мной бесплатно еще и в Zoom. Хорошо? Давай постараемся максимально получить как можно больше практики, пока мы находимся дома на карантине, бережем себя и своих близких, никуда не ходим, будем тренироваться. Договорились? Супер! Спасибо тебе большое, солнце! До завтра, до пяти часов. Встретимся в прямом эфире. Я жду от тебя участия в конкурсе. Ставь хэштег «Мелизм для Дианы Шараповой». Какая-то мушка появилась у меня. Ну ладно, очень даже ничего. Алло, Аша, пока-пока! Тебе мой воздушный поцелуй. Двигаемся далее. Нас остается совсем немного до конца эфира. И я хочу воспользоваться случаем и возможностью напомнить о том, что я объявила вокальный конкурс. Что же нужно сделать? Повторю еще раз очень внимательно, потому что хочу, чтобы поучаствовали в конкурсе максимально как можно больше зрителей эфира. Даже если кто-то не знает, расскажите об этом друзьям. Давайте вместе петь, потому что основная цель у конкурса, конечно же, чтобы вы побольше практиковались. Ну и я бы хотела найти талантливых исполнителей и с удовольствием познакомлюсь с ними лично и пообщаюсь. Возможно, именно вы сейчас, тот, кто смотрит этот эфир, победите и выйдете со мной на связь на платформе Zoom. Как это сделать, объяснит администратор. Он сразу свяжется с теми, кого я объявлю победителями. Итак, условия конкурса. Нужно спеть первую строчку из припева, из песни I don't wanna cry. Мрай исполняет эту песню в оригинале Мрайя Кэрри. Вот именно этим оригиналом и нужно пользоваться. Сейчас я спою эту песню, вернее, спою эту строчку. Если вам немного высоко, тогда вы можете петь чуть ниже. Мужчины тоже могут участвовать в этом конкурсе, и вы тоже можете петь ниже эту мелодию. Главное не петь фальцетом. Так петь не надо, надо вот так. Нужно записать на видео эту строчку, выложить в инстаграме, в посте, не в сториз, в ленту. Отметить страничку Алматы Креатив, где сейчас проходит у нас с вами прямой эфир. И поставить хэштег «Мелизм для Дианы». Время, срок конкурса до завтра, до субботы, до 4 часов. Вы еще успеете записать и, возможно, не один раз выложить видео. У меня будет всего час, с 4 до 5, я буду выбирать победителей. И ровно в 5 часов завтра, в субботу, в прямом эфире на страничке Алматы Креатив, объявлю трех победителей. Трех. Это те люди, кто сможет со мной в качестве приза связаться на платформе Zoom и пообщаться целый час, только вы и только я. Будем распеваться, задать мне можно будет свои вопросы, либо попробовать выучить какой-то отрывок, возможно, который вам не дается, выучить и попеть его вместе со мной. Мне было очень приятно сегодня побыть с вами в прямом эфире. Я благодарю управлению культуры города Алматы за возможность делиться с вами своими вокальными секретами. Также хочу проанонсировать, что в 19.00 будет урок по гитаре. И напомнить, что ежедневно проходят прямые эфиры. Например, в 12.30 вы можете освоить игру на дамбре, в 14.30 игру на фортепиано, в 17.00 вместе со мной уроки вокала, и в 19.00 уроки по гитаре. Сегодня обязательно будет урок. Присоединяйтесь, учитесь играть на гитаре. У нас еще остается буквально немного времени, и давайте послушаем, как филигранно владеет свистковым регистром Мрайя Кэрри. Если хватит времени, я надеюсь на это. Вот именно в ее исполнении мы сегодня не слышали этот звук. Аминочка, мне очень приятно, что тебе нравятся уроки. Поучаствую в конкурсе очень легко. Сейчас чуть промотаем. Внимание! Самое сложное, на мой взгляд, в свистковом регистре, это не когда вы просто берете эту ноту, а когда вам нужно совместить, то есть интегрировать в песню. Если вы поете а потом спеть это действительно непросто, и нужно тренироваться. То есть, когда вы научитесь легко звучать в свистковом регистре, тогда пробуйте уже соединять. And you don't remember! А затем попробуйте прозвучать в свистковом регистре. Как видите, мне тоже дается свистковый регистр непросто. Все зависит от тренировок. Сиди дома, сиди, милый, ты тогда увидишь, вирус пролетает мимо. Только в маске и перчатках ты бежишь по маркету...